Субтитры сделал DimaTorzok Всем доброе утро На часах пол седьмого утра Мы уже позавтракали Выгнали Квадрики греться На улице крайне свежо И градусов 10 Вот Все влажное Выгнали, чтобы они подогрелись Потому что на холодных мокрых квадриках С утра Зябко ехать Забираем вещи И стартуем обратно в Геленджик Туда едем Туда Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вы не представляете Какой сейчас запах Здесь стоит Утреннего Холодного Улажного леса Вот Вот Что подрит С утра А не Кофе Давай, давай, давай Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Такая полочка где-то метр Давай, Саша Саш, чуть больше ходов Чуть больше ходов Саша Саша Нюх Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Саш, полный привод! Четко! Субтитры добавил DimaTorzok Саня, я так волновался сейчас за тебя! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, торможение двигателем 5 километров, 3 километра в час. Нифигай себе. Даже в моменте сильно тормозит. Всего лишь мне надо было подойти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, пересел я на 650-й. Посмотрим, что он может в нынешних реалиях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как там говорится, дело было не в бобине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, торможение двигателем тоже шикарно работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте в doublejeet нужно показывать чуть чаще. И чуть больше оборотов держать. Но в принципе, этот quadrick легче. Да, у него ваше tienen тоже меньше, сорок четыре. На челленджее 50. Но челленджер тяжелее. Челленджее 나 50 легче. И он короткий. Один 350 у него колесная база. То есть его легче там какой-нибудь нанос запустить, как-то пристать на какой-то горочке, чтобы он под тобой прыгнул и все. То есть это такой вот квадрик, ну не для каждого, для любителей старой школы, можно так сказать. Все, спокойно на заднем приводе залетает в горочке. На Челленджере все-таки ты едешь расслабленно, получаешь удовольствие от видов. Это свой кайф. На этом квадрике свой кайф. Я вот сел, и я кайфую, потому что он веселее. Так что и тут каждый выбирает сам. Единственное, что вот главное отличие в плане комфорта. На Челленджере просто офигенные подкрылки и хунтера, ну расширители. Они отлично защищают грязи. Здесь ноги закидывай, не закидывай, и все равно будешь в воде. Потому что подкрылки короткие, и расширителей нету. Поэтому мой совет, если рассматриваете этот квадроцикл, то сразу же приобретайте... Ох, какая колья! Приобретайте к нему расширители колес ударок. Вы будете мне очень благодарны. Кстати, трасса назад, она прям легче. Тут, как Одиссей сказал, лидерам разровняли для лесовозов. Поэтому ехать здесь проще. Ну вот Саша, кстати, хочу отдать ему должное. Он вчерашнюю всю трассу проехал на 650-м. И сегодня все самые сложные участки он проехал на нем. То есть там лютые подъемы были. Я видел страх в его глазах, но страха в его руках не было. Он заехал и показал, что Саша может. В этом прям огромный респект. Вот, клиренс на 650-м, он поменьше. Поэтому какие-нибудь камушки, какую-нибудь колью нужно объезжать. А Челленджере тоже небольшой, потому что колеса 25-е в стоке. Здесь, кстати, тоже 25-е и резина Хенда на 12-х литых легкосплавных дисках. Вот, и на Челленджере все-таки так как рычаги, подвеска, аморты. Ну аморты, рычаги идет от витра. То есть для него клиренс плюс визус. Где-то, наверное, 280-м, может, 290-мм. Ну вот, про что я говорил, друзья. Я весь мокрый. Хотя я вчера проехал весь сухой, сегодня полпути весь сухой. Но я решил Саше дать, чтобы он ехал с комфорта. Ай, 20-м, оба! Ну, кстати, у нас стоит алюминиевая защита дниша. Но хочу сказать, что в стоке у него стальная защита. По всему днишему. Но решили перестраховаться и поставить алюминиевую. Мне будет интересно даже посмотреть, в каких она будет состояниях. Что на Челленджере, что на 650-ке. Я думаю, там будет множество мятер. Да, уже ноги промочил. Поэтому залетаю смело в лужи. Не боясь камачки. Ой-яй-яй-яй. Нацепил. Ничего страшного. У нас есть защита. Едем. Как в той самой песне. И едем, сука, всю на точке. Вылетают позвоночки. Барточки, звенят заточки. Качут черные очечки. По хребту. По хребту. И едем, и едем. По хребту. А вот и небольшой брод. Но мне не страшно. Меня волной унесло. Меня волной смыло от вас. Я еду прямо, и меня волна вот так вот развернула в берег. Погнали. Я думаю, свежий горный воздух и такая приятная обстановка в компании приятных людей и приятных квадроциклов точно поправила мое здоровье больше, чем какие-либо витаминки. Поэтому, друзья, октябрь, ноябрь, приезжайте на прокат квадро-93 в город Геленджик. Здесь есть огромное количество квадриков, в том числе и шармаксы. Вы можете лично опробовать три модели. Это шармакс 1100, шармакс Челленджер 800 и шармакс 650. Поехать в такую же экспедицию в горы. Это незабываемый опыт. Скажу вам так. Всем советую приехать в горы осенью. Вархиз, Дамбай, неважно. Просто прочувствуйте этот вайп, эту красоту. Видите ощущения, когда поднимаешься на самую вершину и смотришь на весь Кавказский Крепет, как мы это делали вчера. Потом вечером гостерод, шашлычок и утром опять путь. Я вам скажу так. Мы вчера ехали весь день. Я даже не устал. Ну, вечером я приехал уставшим. Но этот свежий горный воздух, ты когда ложишься спать, ты просыпаешься полон сил и энергии. И готов дальше ехать, покорять горные вершины. Как же красиво. Но вода ледяная, я все ноги промочел. Какие же скалы так красивые. На видео кажется, что мы едем по ровной поверхности. Но нет, друзья мои, это... Ну, сейчас по ровной едем, да, ладно. Но обычно это подъем. Да что это, бесконечная гора, что ли? Ё-мо-ю. Блин, надо было понижайку включать. Давай, родной, давай. По-братски на повышайке заедет. Не медь, выдержит. Давай, на травку. Ты ж мой хороший. Прости, пожалуйста, надо было понижайку трубать. И так, друзья, на обратном пути сначала был один порез боковой колеса. Он у нас получается, вот он. Вот. Его заклеили с жгутами. И потом получился второй боковой порез. Но человек со жгутами уехал и забыл нам оставить сами жгуты. Но это еще не все. Второе колесо тоже пробито. Но здесь я пока что еще не смотрел, где дырка. В общем, ребята поехали на базу за жгутами. И потом до меня. Не знаю, сколько времени их ждать. Но самое, что интересно, посмотрите на этот вид, с которым меня оставили. Это очередная смотровая. Вот так это все выглядит. Там вдалеке виднеется какой-то город. Честно, не знаю, что это за город. Скалы. Вес. И горы. Человек со жгутами уехал. У нас две пробоины. Что вы скажете в свою защиту, Александр? Я на саду вас увидел. Второе колесо на эту поездку. И, можно сказать, отделались всего двумя колесами. Боковой небольшой. Сейчас залатаем. Вот, друзья, посмотрите. Какая красота. Во, море. Так, нам наверх. Выручу-ка я полный привод. Привчу-ка я в понижайку. Блин, колею стащила. Ай, а коротыш. Мне может быть он. Ну что, друзья, вот мы и доехали обратно на базу Квадро-93. Вся техника осталась целая. На ходу. Все доехали своим ходом. Экспедиция получилась эмоциональной. Такая, знаете, вот прям эмоциональная разгрузка под конец года. Просто в лесу, без связи. Были некоторые трудности в плане того, что в первый день Иван пробил колесо. Во второй день Александр на челленджере пробил колесо. И вообще мы должны были вернуться на 2-2,5 часа раньше. Хорошо, это произошло недалеко. Саша Гелемов съездил на базу. Привез жгуты. Вот. И давайте я вам покажу. Техника уже чистая. То есть всегда держим ее в чистоте. Не ждем пока вся грязь закоксуется. Ну и вот, смотрим. Правое колесо. Один, два, три, четыре прокола. И левое колесо. Один прокол. Вот это колесо мне помогли ребята, мимо проезжающие на квадроциклах, сделать. Но то колесо уже приехал. Саша и помог. Челленджер. 1100. 1100. 1100 форсы. И 650 форс. Показали себя превосходно. В принципе, что хочу сказать по поводу квадриков. На литре я в эту экспедицию не поехал. То есть ехали на них другие люди. И на самом деле я кайфанул от этого. То есть литр у него все-таки есть некоторая избыточная мощность. Вот. И в некоторых моментах, где нужно четко дозировать газ, я в силу своей неопытности мог бы передавить и, допустим, опрокинуться. Что касается шестисотки, что касается челленджера, он шикарно себя показал, потому что по сути это тот же самый литр, включая рычаги, амортизаторы, вариатор, коробку, раму, размеры. Но 50 лошадиных сил. И вот этих 50 лошадиных сил в этой экспедиции мне хватило просто с головой, чтобы наслаждаться видами, не думать о том, что я могу там перегазовать и так далее. Смело залетал в горки, смело спускался, но вы все это видели. Также 650 Force шикарно себе показал. Вот сегодня я на нем ехал. Он маленький, компактный, мощности также хватает. Ну, это я все уже проговаривал. Вот. Огромное спасибо Ивану. Ивану, это собственник проката Квадро 93. У него, кстати, сегодня день рождения. Вань, от всей души тебя поздравляю с днем рождения. И желаю тебе только развития, не останавливаться на достигнутом, ну и быть таким же жизнерадостным человеком. Приезжайте в Квадро 93. Прокат работает круглогодично. Есть экспедиции, особенно в осеннее, зимнее время. Больший упор делается на экспедиции. То есть такие вот двухдневные, однодневные экспедиции. Это невероятный опыт для вас. Это эмоциональная разгрузка. Вот. Ну, а с вами был Рябошапка Алексей. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин